Приветствую вас. Я думаю, что, конечно, ситуация, в которую вы попали, достаточно тяжелая. Тяжелая, грустная, вот, но если говорить о том, что вам делать, то то, что вы описываете, выглядит как некое, знаете, следствие определенной жизненной стратегии, в первую очередь. То есть, мне кажется, что недостаточная организация семейных ролей, ваше отношение к детям, ожидание определенных детей, то, как вы взаимодействуете с мужчинами, да, то, как вы с ними, ну, выстраиваете отношения. То, как вы замечаете те вещи, которые происходят с вами. То, чему вы следуете в своих выборах, в тех или иных ситуациях, в итоге приводит вот к таким, к таким моментам, к таким, к таким вещам. И, как мне кажется, это главное, о чем здесь можно говорить. Если бы меня попросили описать то, что вы рассказали одним или двумя словами, я бы сказал, что это тупик. Вот есть такой жизненный сценарий, психологический жизненный сценарий, который называется тупик. Когда человек, сам того не осознавая и внешне к этому не стремясь, выстраивает свою жизнь так и таким образом, что по итогу обязательно будет оказываться в тупике. Ваша дочь, она ведет себя так, что вы путаете причину и следствие. Ребенок отражает ваши эмоции, ваши эмоции к ней. Соответственно, ведет себя так, как вы относитесь к ней. Первичное ваше отношение, а не ее поведение. И от вашего отношения в том числе и зависит то, как она будет вести себя в дальнейшем. Вот. Поэтому в ситуации, в которой вы описываете, вам необходимо увидеть свои ресурсы. Вам необходимо выстроить границы, определенные границы, личные границы с дочерью, с миром, с сыном в том числе. И, исходя из этого, уже двигаться к тем важным для вас моментам, которые таковыми являются. Я не знаю, честно говоря, что это за моменты, потому что то, что вы описываете, вы говорите, что у меня было много планов, сейчас только что-то. Ну, это же связь связана с некой жертвенностью, потому что у ребенка, получается, вами манипулировать. Вот. Ну, из-за, собственно, вашей, из-за вашей собственной, как мне кажется, брешь в восприятии себя. Каким образом? Ну, например. У вас еще умножь от вас еще умножь, что сама по себе является травмой. Вот. У вас остались негативные эмоции, которые вы, ну, скорее всего, не выразили, скорее всего, не реализовали. Ну, я более чем уверен, что это так. Вот. И, ребенок, сам того не желая, становится объектом приложения этих эмоций, за которых вы, вероятно, чувствуете вину. Опять же, сами того не желая. Числивая вину, вы делаете что-то против своей воли. Ну, если ребенка разтормаживает, вот, когда он, по крайней мере, могут, ну, когда он может получить, в принципе, все, что он хочет. Вот. То есть, знаете, вот вы говорите, что она с рождения постоянно кричит, ну, штука. Там могут быть и физиологические проблемы. Вот. А сейчас я два с половиной день. Два с половиной года у меня второй день. Начинается с ее вопли. Она не хочет от вас, не хочет. На все процессы крикни-крика и громкие мерзкие ору. Вот. Ага. Мы будем ложиться под мать. А, Лена, мы. То есть, это вот у вас идет слияние. Зачем вам? Вам надо бы отграничить себя и ребенка. То есть, как бы, ну, показывать ей, что, как бы, на нее не действует ваша, ну, на вас не действует ее стратика. Вот. Плюс, повторюсь, ребенка обращает ваше состояние. Она не испытывает ни любви, она не разговаривает, не идет на руки, ворачивается, когда пытается ее обнять. Опять же, повторюсь, здесь много контекста глубокого. Обиды, боли, скорее всего, связанного, связанного с мужем. К слову, никогда никому мне не помогал, она в сражении постоянно со мной. А, должны ей помогать? Как вы, как вы считаете? Я больше не могу. Ну, я стала выглядеть летом 22, что за эти два с половиной года я стала нервно агрессивным. Ну, мне кажется, вы здесь не чувствуете, как бы, от себя, тут, не ощущаете свои границы. Свои границы. Один у меня страшный истерик, а то поведение. С этим нужно разбираться, что происходит. Она не хочет читать, играть, только рвет все, изрисовывает стены, заливает воду из своей бутылки и орет, орет, орет. Ну, может быть, иметь смысл показать рыбунку врачей. Вот. И... Кто знает. Плюс, повторюсь, если вы заметите, то ваши истерики и ее крики, ну, походим. Так. По крайней мере, у вас была хорошая мама со Сашей. Кто сказал, что можно быть хорошей или плохой мамой? То есть, знаете, вот, мне кажется, что я бы здесь мог такую провести параллель. Мне кажется, любопитно, достаточно. Что у вас, ну, могут быть высокие, также достаточно требования к себе. Вот. У вас есть достаточно высокие требования к функции, ну, которые эти требования пока обрадуют. Вот. Но вы не замечаете, как вы встаете от этих требований. То есть, вы не замечаете, как вам становится, условно, чуть тяжело от этих требований. Вот. И... И... Ребенок вполне может быть олицетворением, значит, того, что вы хотите свободы, того, что вы чувствуете себя в клетке, чувствуете себя не свободно. Вот. То есть, вы говорите, вот, например, старший меня всегда радует, я им очень горжусь. Честно говоря, меня это... Немножко напрягает от формировки, потому что такое ощущение, что вы здесь обращаете внимание на какие-то достижения. Ребенок. А если не радует, то и не будем гордиться. То есть, вы считаете, что ребенок должен радовать. Вот. Вот. А... Сейчас я... Сейчас и старший начал заикаться от этих криков моих истерик. Муж и шел, родители живут очень далеко, что мне делать они в нашем видео. Сейчас это желательно. Поверьте у вас, что вам делать вы решите сцены, а вот помочь вам разобраться в себе, помочь вам поисследовать себя и улучшить себя понять, может как раз таки психолог. Поэтому, я надеюсь, что вы подумаете и решите обратиться на индивидуальную работу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за отклик бомбы моего ответа. Это послужит началом вашей работы над собой.